Здравствуйте! Сегодня я расскажу вам о романе Олдоса Хаксли «Контрапункт». Читал я его почти две недели, потому что уже две недели назад я написал статью на мелкого беса Слагуба, но смог записать выпуск, посвященный этому роману, только вчера. Теперь я расскажу вам о той книге, которую читал две недели спустя. Так вот, роман «Контрапункт» – третий роман Хаксли после «Желтого крома» и «Шотовского хоровода» выдержан в сатирических и вленово, то есть сатирических романов. Контрапункт – роман более серьезный. Он показывает, что Хаксли был переходной фигурой между европейским модернизмом начала 20 века и контркультурой 60-х годов 20 века. Это очень важная фигура, потому что Хаксли был, с одной стороны, рос в семье биологов, то есть хорошо знал, что такое рациональность, репрессивная рациональность западной культуры. С другой стороны, он очень интересовался Востоком, интересовался психоделическими всякими препаратами и критиковал западную рациональность. В этом романе контрапункт он пытался рассказать основные свои идеи, обликая их в форму мозаичного такого построения. Эта форма музыкального контрапункта, по которому соединены слои этого романа, превращает его в некую симфонию музыкальную. Здесь есть влияние Физжеральда, Ивленево, Дэвида Герберта Лоуренса. На Физжеральду указывает то, что Хаксли описывает жизнь привилегированного класса, но менее талантлива стилистически, чем Физжеральд. Также ему присуща чисто английская ироничность, но без сатирической выверенности произведений Ивленево. Также присутствует постановка рискованная, но смелая постановка вопросов пола и физических отношений мужчины и женщины, как и у Лоуренса. Но критика западной рациональности и желание освободить инстинкты и чувства, говорю, обретает более глобальный масштаб. Хотя по Лоуренсу все и так понятно, вроде бы. Так вот, контрапункт написан в 1928 году, когда рассуждения интеллектуалов казались всего лишь ничего не значимыми и очень локальными. Однако эти интеллектуалы несли в себе некий разрушительный заряд для западной культуры. Спустя годы, всего четыре десятилетия, культура взорвется под влиянием контркультуры. С ее антисцентизмом, пансенсуализмом, антихристианством, нитшианством и антииндустринализмом. Так вот, эта западная контркультура, а ведь Хакси не только автор контрапункта, но и автор еще антиутопии Одинного мира и обезьянной сущности, а также знаменитого в псевдорических кругах книги «Двери восприятия», говорит о том, что именно Хакси и его интеллектуалы во многом несут основную вину за то, что потом произошло с западной культурой. «Уничтожение христианских ценностей», «Моральный релятивизм», «Сексуальная революция» и прочее-прочее. Все это во многом уже в сжатом виде содержится в тех диалогах и монологах, которые его герои ведут друг с другом. Это считала для него написанная проза. Ей не хватает гармоничности, она не использует приемы потока сознания, поэтому до совершенства формального, какое было увержение Вульфом, еще очень далеко. Но при этом эти произведения очень точно дают понять, в каком мире жили те люди и чего они хотели от жизни. Я приготовил для вас три отрывка из этого романа, которые, на мой взгляд, очень характеризуют его именно стилистически и формально, концептуально. Это очень хорошая проза именно в этих отрывках. Показывано, что герои очень глубоки. Вот смотрите, один из героев, Филипп Куорлс, который является новым прототипом, которого является Хаксли, так вот он в своем дневнике пишет следующее. Сущность его «я» заключалась именно в этой его жидкой и бесформенной вездесущности, способности принимать любые очертания и в то же время не застывать ни в какой определенной форме, получать впечатление и с такой же легкостью освобождаться от них. Он не обязан быть верным тем формам, в которые в разное время вливалось его сознание, тем твердым или жгучим препятствием, которое оно обтекало, затопляло и в пылающую сердцевину которых оно проникало. Само оставаясь холодным, форму пустели так же легко, как и наполнялись, препятствия оставались позади. Но холодный и безразличный поток интеллектуального любопытства, который мог устремиться куда угодно, это и было то неизменное, к чему он должен быть верен. Это вот эта бесплодность интеллектуального сознания, которая подминает под себя инстинктивную и эмоциональную жизнь, гипертрофия разума, очень характерная для интеллектуалов тех лет, которые обратили эту интеллектуальность против самих себя, против той культуры, которая их родила. Потому что христианство на Западе действительно в той форме, в которой оно существовало долгие годы, а это был католицизм, потом протестантизм, а в работе Макса Вебера «Протестантская этика и дух капитализма» говорится о том, что протестантизм является основой капитализма, он нравственной этической основой. Действительно, это сверх рациональное сознание, мирское, аскетичное, пуританское при этом, направленное на подминание под себя всего мира, накапливание богатств земных и так далее, оно привело к чудовищным эксоциальным беспропорциям, которые вылились в итоге в триумфе контркультуры, в низложении протестантского сознания, мирского аскетизма и пуританства, и победы неоязыческой гидонистической культуры, которую мы имеем и сейчас, которая реабилитировала и легитимировала все возможные перверсии. «Начало всему этому лежит еще там, в модернизме начала XX века, а еще раньше в символизме и романтизме, который поставил человеческое «я» в центр культуры, в центр внимания художника, культуры и искусства, зациклил его на самом себе. Это глубочайшая гордость человеческая, которая была уже в протестантизме. Так вот, смотрите, еще одна цитата, еще более симптоматичная. Так вот, со времен второго замужества своей матери Спендрелл из какого-то извращенного принципа выбирал всегда худшую дорогу, сознательно давал волю своим самым дурным инстинктам. Свой бесконечный досуг он скрашивал развратом. Этим он мстил матери, а также самому себе, за прежнее глупое счастье. Он делал это на зло ей, на зло самому себе, на зло Богу. Он намеревался попасть в ад и печалился о том, что не способен поверить в его существование. Как бы там ни было, есть ад или нет, его удовлетворяло, вначале даже приятно волновало сознание, что он делает что-то дурное и грешное. Но разврат так скучен, так абсолютно безнадежно уныл, что только исключительные люди, наделенные недоразвитым инстинктом и гипертрофированным аппетитом, способны активно снашлаждаться им или активно верить в его греховность. В большинстве своем развратники разврачивают не потому, что им это доставляет удовольствие, а потому что им уже трудно, как без этого обойтись. Привычка превращает наслаждение в скучную повседневную потребность. Человеку, привыкшему к женщинам или водке, к курению или самобичеванию, так же трудно отказаться от своих порогов, как жить без хлеба и воды. Даже если совершать грех, заставляет ему не большее удовольствие, чем съесть корку хлеба или напиться воды из кухонного крана. Вот, пожалуйста, некий портрет вот этих новых гедонистов, которые начали захватывать культуру еще в 20-е годы 20-го века. И вот еще одна цитата. Последняя на этот раз. Она как раз из записной книжки Филиппа Корлса, если я не ошибаюсь. Безусловно, чрезмерное развитие интеллекта ведет к атрофии всего остального. Отсюда общеизвестная инфантильность профессоров и смехотворная наивность тех ответов, которые они дают на важнейшие жизненные вопросы. То же самое можно сказать и о специалистах в области религии. «Непроходимая глупость – детскость. Художнику чужда такая ограниченность. Его развитие не так одностороннее. Поэтому художник должен быть более нормальным и здоровым, чем с одного ки человек науки. Он не должен страдать частично слепотой или быть таким чудаком к философу или святой». Ну, здесь уже, конечно, некий накат на христианство. Это понятно. Так вот, вот эта книга, конечно, довольно большая. Там почти 500 страниц, прекрасно переведенная Романовичем, вышла у нас в России дважды. В 30-е и в 30-м году в первом переводе и в 35-м году в переводе Романовича. Потом была снова опубликована, тиражи были возобновлены только в 90-м году. Так вот, эта книга вышла очень своевременно. Она предупреждала о том, что происходит. Но при этом Хаксли был на стороне своих героев, что очень важно. Но уже в этой книге очень много становится понятно, почему произошло то, а не что-либо иное. Почему цивилизация повернула в том направлении, в котором она повернула. Где истоки контркультуры? И где ее начало, ее яда? Так вот, эта книга, на мой взгляд, очень характерна для своего времени. И сейчас читается с большим интересом. Я советую вам ее прочитать, хотя не ждите от нее многого, потому что формально, стилистически, она очень вторична. И подражает Ивлену Во, Фиршеральду и Дэвиду Герберту Лоуренсу. До свидания.